В день Великой Октябрьской революции региональное отделение партии КПРФ организовало шествие по центральным улицам города и митинг на площади Ленина. Те, кто помнит праздник 7 ноября в Советском Союзе, отмечают, что было холодно, но весело и ярко. Нынешнее шествие скорее напоминало похороны. Машина, похожая на современный катафалк, люди со скорбными лицами и одинокая корзина с цветами. Из общей стилистики убивались лишь флаги и транспаранты. Собралось человек 200, настроены они были негативно. Ждали подвохов, засад и провокаций. Поэтому по согласованному с администрацией пути не пошли. Наплевав на безопасность детского учреждения, прошли мимо первой школы, в которой, кстати, учился вождь мирового пролетариата. Далее праздничное шествие уперлось в еще одну преграду, но уже на эспланаде возле педуниверситета. Дело в том, что согласовав маршрут, городские власти освободили параллельный проход, а не тот, по которому самовольно двинулась толпа. На этом провокации не закончились. Мощные альтернативы, которые находились совсем рядом. Провокация. Любой звукорежиссер знаком с такой провокацией. Дешевые батарейки, холод спровоцировали отключение звука. Привыкшие бороться нашли решение тут же. Батарейки поменяли. Если же обратиться к сути мероприятия, то оно было громким, ругательным, обвиняющим, но не предлагающим ничего, кроме смены власти. Замерзшие, озлобленные люди вторили оратором, а те, пользуясь минутой славы у микрофона, ругали всех и вся. Сейчас вот уже сказали о том, что составляются протоколы, идет преследование со стороны полиции. И таким образом хотят надавить, чтобы прекратили всяческие обсуждения и протесты против губительных реформ действующей власти. День 7 ноября не просто воспоминания, это напоминания тем, кто находится у власти, что их время может закончиться весьма быстро. И весьма неожиданно, если они не будут принимать необходимых мер. Если не будут сегодня прислушиваться к тому, что хочет народ по большому счету. Сегодняшняя провокация ясно показывает, что представители Единой России и другой буржуазной власти не готовы на разумные и последовательные шаги. Продолжаются, к сожалению, политические репрессии в отношении наших товарищей. КПРФ финансируется в соответствии с законодательством Российской Федерации из бюджета страны. Однако ни одного партийного проекта, ни одного заметного для страны свершения не видно. Призывы на баррикады, побуждения к забастовкам и ни одного созидательного начинания. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.